Субтитры создавал DimaTorzok Итак, на что обратить внимание чаще всего? Вот смотрите, акцентирую свою мысль, для чего мы делаем лучше, для чего мы делаем медленно. А я еще рекомендую сейчас не только медленно, но еще иногда останавливаться, чтобы успеть, потому что на каком-то уровне у вас все быстро на уровне навыков будет, вам не нужно будет думать. Но сейчас нам нужно очень много вещей в себе успеть подумать. Какие это вещи? Вот я делаю то, что вы сейчас делали. Раз, два, три. Вывел. Я остановился. Во-первых, я чувствую, у него слишком много силы сюда. Я ему подскажу, слушай, зачем ты? Ты не делай туда много силы. Вот нейтральная. То есть я вынужден бороться с этой силой, делаю, оба глупые работы делают. Он дает сюда, и зачем мне сюда давить? Мне проще отпустить, пусть летит себе, я сам ударю. Первое, что я заметил. Второе, я заметил, что я недостаточно глубоко прошел. Так, вот так было бы удобнее. Давай еще раз попробуем, скажу я. Вот так. О, опять у него. А почему у меня сейчас плохо получается? Потому что он очень много сюда давит. Я не свой прием, я другое что-то должен. Мне по заданию сложно работать. Еще раз. Сейчас не отводись слишком сильно. Уже привычка. Сейчас уже, видите, туда. Я прямо отпускаю тебя, и видно, куда сила направлена. Вот ты смотри-ка, толкаешь, ты что еще, вот она, на тебя сила идет. Я даю силу на тебя, и легенько за счет скручивания отвожу. Если ты отпустишь руку, она туда не полетит, она полетит в тебя. У меня в Китае очень часто и у других хороших учеников, как я себе ловко так сказал, прилетает вот это у нас кокэн. Ну, кикушиновцы поймут. Мы делаем дело, он скальнул, тут прилетает, очень жесткая штука. Почему? Потому что на автомате, ой, извини, извини, у нас вот эта сила на центр есть. И когда она толкает, что-то чуть скользнуло, тут же на автомате жесткая штука прилетает. Но вот эта же, она не должна в сторону улетать. Поэтому вот с этим надо поработать. Итак, я вышел сюда, вот я уже тогда так делаю. Просто уравновесил, чтобы вот везде сила одинаковая. Сейчас не надо туда слишком сильно. И так уже мимо прошло. А теперь я даю себе техническое задание. Опять начинаешь над ногой. Что мне нужно дать силу по направлениям вниз к себе и наружу. По опыту я знаю, что большинство просто вниз давит. А еще мне нужно разобраться с позицией. Что я должен надавливать и одновременно тянуться макушка вверх. Как бы вот это, заводя тетиву. А не вот так просто делать. А еще мне нужно вот здесь вот это открытие, вот эти пружинки поработать. А еще мне нужно делать так, чтобы в любой момент переключиться, как только у меня будет такая возможность. А еще мне нужно расслабиться. Все, отпустил. Все, и ты просто держишь столб. Начинаю делать свою работу. Медленно, 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 медленно. Вот так где-то смотрю. Вот здесь центр, начиная чувствовать, цеплять. Хорошо, он мне дает это сделать. И у нас очень хорошая работа. А вот здесь все, мне достаточно входить, мне дальше его тянуть не надо. Не надо вот туда его, чтобы мимо. Другая ошибка. Вот здесь я себя втянул, он войдет головой, здесь я его не остановлю. А вот здесь он не войдет, потому что у меня хорошая позиция. Таким образом, крайняя точка, куда я выведу, вот здесь она будет заканчиваться. Вот это слишком широко, вот это слишком близко, вот это слишком низко. Вы должны вот эти позиции в себе прочувствовать. Раз. Ну, пока-то, пока есть, да. Это, в принципе, как раз о том, что невозможно научиться и цуань по книжкам или даже по видео. Мы, на самом деле, по видео учимся и прогресс есть. Но вот эти вещи, как по видео объяснить? Только лично ручку об ручку брал и вот так показываешь. Поэтому хорошо нужно и по видео учиться, и приезжать. Сейчас, нет, зачем ты много сил? Ты сейчас, я тебе дам, потом подключу, вот тут. И еще обратить внимание, я использую вот эту силу, изгибы. Вот посмотрите, как она работает. Вот она. Я быстро показал. А некоторые вот так пытаются. То есть, вот это выгибание, оно само по себе дает хорошее усилие. А еще лучше получить, вы можете даже специально просунуть сюда. Дай мне, пожалуйста, возможность. Вот здесь вообще красота. У меня минимум силы. И я уже практически зашел. Поэтому для применения, вот если в паре бы мы это делали, двойные толкающие руки, я бы как фуань сделал, посмотрите. Я бы нагло просунул руки его сюда, досюда и отсюда уже. Мне достаточно вот этого для атаки. Видите, я его контролирую уже. Руки под контролем и все работает. Вот это применение на двойных толкающих руках. Я тебе ассистирую. Раз, два, три. Он что? Он не остановился, не дал техническое задание, не убрал силу и сразу начал делать. Поэтому одномерная сила пошла вниз. Остановись, вторая рука рядом. Лучше смотрите, чтобы вторая рука была рядом. Вы будете делать это рукой, но вторая рука даст целостность. Когда вы одной делаете, скорее всего развалитесь, а вторая рука, вы только этой работаете, она вам ассистирует, но она делает ту же самую работу. Остановись, расслабься, все направления почувствуй. Давай потихонечку, медленно-медленно. Сейчас вот это еще не было изгиба. Вот сейчас на носочки, может туда-назад носочки. Все, не надо уже вниз, ты у меня уже вытянул, уже можно атаковать. Вы должны почувствовать. Не делайте чрезмерного. Давай еще почувствуй, когда можно атаковать. Уже можно. Вот, люди подскажут. Понимаете? Вот эту всю работу надо поделать. И тогда вот мастерский то уровень, в чем будет заключаться, к чему вот это идеал, когда вы толкающие руки какие-то, к примеру, вошли в клинч, да, вот здесь микродвижение очень понятно, а я знаю, что уже отсюда могу атаковать, что он не сделает. А вот здесь он уже понял, что атаковать, он уже начинает давать силу. Я это слышу. Тогда я вот эту силу, слушай, где он много силы, сюда дал, вот, поддается, а здесь уперся, тогда сюда. Вот здесь у меня войдет, и видите, как она войдет? У меня плечо маленькое, очень удобная зона для атаки. И очень хорошая зона для атаки. И вот от короткого фоли будет достаточно. Идем дальше. Это по фуань, коротко прошлись. Второй дополнительный прием, это то, что идет на второй уровень. Он называется сюаньфа. Мы это на осенней школе делали. И хотя он называет сюаньфа, а мы по программе не прошли, на самом деле там движение кайхэ или бошуй. Вот это движение идет в чистом виде. Посмотрите, пожалуйста. Раз, два, три. Вышел, остановился, подумал. И вот смотрите, что я буду делать. Вот. Оп. И он по дуге немножко центр сюда сместился. Отсюда я здесь толчок или отсюда захожу уже с этой стороны. Да, я с этой стороны сделаю. Раз, два, три. Остановился, отпустил лишнее усилие. В идеале, если вот чуть поглубже. Вот это идеально. Вот здесь не сложнее будет сделать. Я сделаю. Но лучше здесь. Поэтому вы можете даже сразу передвинуться, чтобы вам было удобно. И стой. Вот я делаю. Смотрите, видите, разворачиваю. И вот этим цепляем. Без кистей, без захватов. Я его уже цепляю за равновесие. Отсюда, если ударная техника, вот она. Вот что потенциально отсюда пойдет удар. Если толчок вот здесь отсюда, видите, подхватил. И там, где меньше силы, я буду работать. Попробуешь? Давай. Раз, два, три. Остановись, подумай, что ты будешь делать. Вот это, внешне цеплять. Медленно. Хорошо. Единственное, что вот это прямо выгибается. Выгибается. Еще раз. Раз. Два. Три. И вот и ассистир дайва. Все. Можно было еще чуть-чуть раньше. Делаем. Посмотрите. Раз. Два. Я вышел, приготовился, дал технику сгадания, начинаю делать. А Ольга просто мягко отпускает руку. Мне и не зацепить, я не могу сделать. Но в этой ситуации, когда она просто мягко отпускает, я здесь уже просто атакую. Понимаете? Тогда вы просто не сделаете задание, вы объясняете. Держи, старайся не давать себя отвести. Тогда у меня получится отработать прием. А в ситуации, когда вас опускает, вы просто атакуете и все. То есть если нацепляет, то уходим туда, если нацепляет, то идет сразу. Да. То есть в этой ситуации, так же сейчас, как сейчас делаете. Вот я вывел. Да. Я просто отсюда не буду делать. Маленькое движение сделаю и войду. А зачем? Правильно? Теперь попробуйте помочь мне сделать задание. Вот отсюда остановились. Сейчас вы стараетесь сопротивляться. Вот, 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 вот. А вот сейчас она сделала. Смотрите, какая вещь. Она просто руку отпустила. Я ее не могу центра зацепить, но у меня удобно, опять же, от атаки. Сейчас другого рода ошибка. Давайте я вам поассистирую, чтобы вы поняли. Раз. Два. Третий. Выходите. Подумали, что вы будете делать. Вот так я помогу немножко. Вот так, да? И медленно начинаете делать. Вот я вам дал. А у вас было первый раз. Начинайте делать. Просто почти убрали. А второй раз делаете. Руку отдали. И я не наработал, а ей не надо. Вы просто тогда атакуете, понимаете? Поэтому я просто держу свой стол. Вот вы видели? Я просто стою столбом и ничего не делаю. Вот она мне в столбом. Тогда она получит первые навыки. И потом уже не надо будет. Она, если слабо атакует, если сильно ударит. Но нужно дать зацепить. Дать методически первые навыки, что она может понять, что она делает, что это за движение. Понимаете? Пожалуйста.